Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Питер Франц де Гребер, голландский художник Золотого века. Де Гребер родился в Харлеме около 1600 года. Старший сын Франца Питерса де Гребера, художника и вышивальщика из Харлема. Научился рисовать у своего отца и у Хендрика Гольсуус. Происходила из католической артистической семьи. Ее сестра Мария позже стала тещей Дабриэлем Митсю. В 1632 году стал членом Харменской гильдии Святого Луки, но к тому времени уже 10 лет работал художником. Его учениками были Гербран Бан, Николас Питер Берхем, Экберт Ван Химскер и Дирк Хелмбриккер. Я пользуюсь теми данными, которые мне удалось найти в интернете. Он расписывал алтари для церквей во Фландаре. Возможно, также работал на датских клиентов. Питер оставался холостяком и жил с 1634 года до своей смерти в Харме. Помимо исторических картин, Питер де Гребер также написал ряд портретов. Кроме того, сохранилось множество его рисунков и несколько аффортов. Под влиянием различных течений он вытратил очень личный стиль. Был вместе с Соломоном де Брей предшественником и первой вершиной школы харменского классицизма, в кавычках. Создавая картины, отличающиеся хорошо организованной четкостью и светлыми оттенками. В 1649 году написал трактат. Правила, которые должен соблюдать хороший художник и мастер рисовать. В этом документе он объяснил 11 важнейших правил, которые, по его мнению, художники-классицисты должны тщательно соблюдать. Хотя классицисты не клялись с таким правилом, они, тем не менее, всегда строго соблюдались. Умер в 1652 или, возможно, в 1653 году. Вот так вкратце данные из интернета о голландском художнике золотого века Питере Франц де Грейм. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...